Немножко разбавим выпуск кадрами с Нокомотива И интервью с Ломовицким Вместе или Роналд? Роналд Почему? Какой вопрос, такой ответ Сейчас мы поговорим с одним из представителей 29 сектора Синтронизация произойдет, ну потому что мы начнем чувствовать и слышать друг друга Не хочется там треснуть кому-нибудь, значит люди стоят, ну реально взрослые мужики стоят, поют, а эти там ковыряются в телефоны Молодым надо, для того чтобы двигаться вперед, надо посмотреть, что делают старшие товарищи Паяли, 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 паяли Ломовицкий 27, мы ее разыграем в инстаграме у Саши А мы ждем вас на следующем матче «Спартак-паок» Друзья, всем привет! Начинается выпуск «Анкадр» Безумно! Целая трибуна! Давай к делу, брат Да Если сегодня выиграем, покажем кадр с Нокомотивом, скажи, что происходит сейчас? Мы тут разбиваемся к трибуношке Пущем новые заряды Мы вообще настраиваемся На отличный матч Независимости ни от чего Мы будем гнать команду вперед, будем связить Ну, я надеюсь, наша энергетика передастся игрокам Пусть сражат от страха все соперники твои Каждый, кто посмеет на твоем стоять пути Сейчас мы поговорим с одним из представителей 29 сектора И зададим пару вопросов И надеюсь, вы получите все ответы Которые хотели бы получить Правильно? Да, конечно С этого сезона началась, так скажем, некая синхронизация между нижним ярусом и верхним Но все равно мы, поскольку стоим внизу Очень прослеживается долго, блядь, рассеянный хрон Почему так происходит? Ну, я думаю, просто разница и очень большое расстояние И звук все-таки имеет какую-то способность за время теряться Не думали ли вы, просто многие пишут, почему вам не подвинуться чуть-чуть в центр? В этом сезоне точно на... Ну, потому что вы же все обидели Ну да, на 209-м там тоже 210-й, 208-й как-то сектор Тоже уже ребята там, ну, под эту тему уже собирались и абонементы брали Вот, я думаю, что это просто дело времени, да И синхронизация произойдет, ну, потому что мы начнем чувствовать и слышать друг друга Смотришь, например, на ту идею, чтобы сделать каким-то уже какой-то традицией Например, после матча собираться возле севера, внизу Я за общее Ребят, после матча, это самое, собираемся Не важно, как он закончится, да, мы всегда победители Мы всегда побеждаем, не важно с каким счетом, да Если он даже не в нашу пользу, будем собираться и пропевать Чем быстрее мы начнем слышать друг друга, тем быстрее мы начнем чувствовать друг друга А когда мы себя почувствуем, да, мы будем делать все одно общее И будем петь в одном такте И это создаст такой, ну, как бы, не просто гул, а такую охуенную вибрацию Последнее, это Северная Ирландия, я не помню, с кем играл, и они пели свой гимн Вот, и меня это прям, ну, потрясло, аж прям до мураша Я не против барабанов, я не против такта, но в пении, да, в групповом Я из советской школы, да, и были уроки пения Я с детства как-то на этих себе уроках классов В общем, в школе был такой урок музыки И мне всегда ученица говорила, если хочешь научиться петь, смотри, на меня и на мой урок Вот, точно, да, просто надо, ну, друг друга слушать и для этого собираться Почему они после матча? Супер! Сейчас мы продолжим обзор трибуны, пообщаемся с нашими ребятами Немножко разбавим выпуск Надеюсь, что этот выпуск будет победным с кадрами с Локомотива И интервью с Ломовицкой Поэтому смотрите, не переключайтесь, как говорится Кто устал, ставьте на паузу, заваривайте чайку И продолжайте просмотр Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Всем приветики! Ну, расскажи, почему не хватило-то всего? Ну, почему только не забили, и вот и все, вот и не хватило Дерби хотелось выиграть, конечно Молодцы, хорошо нас поддержали, поддерживали Кричали там всякие приятные Кричоки, приятные, да? Слушай, ну, все угорают с того, как ты круто, как ты много бегаешь А, наверное, сибирское здоровье, поехали Не бухаю, не бухаю, не бухаю Шняки, шняки нам подсказывают Слушай, ну, фиг на привет, братве Параховайте, пацаны, всем привет Приезжайте, поддерживайте нас Ну, так, все нормально Друзья, наша рубрика «Сватакские воспитанники» продолжается У нас в гостях Саша Ломовицкий Саша, привет! Ломовицкий Его окружили, он выбрался Сделал передачу Руденко Ломовицкий, ну, проталкивай мяч в ворот Проталкивай Блин Таким темпом Ломовицкий, удар поворотом, гол Убивает Расскажи, как тебе, какие эмоции? Ну, на самом деле, вообще, очень удивился Вообще, было очень круто Когда вышел на поле, у нас столько болельщиков 36 тысяч Уже первый раз играл на таком стадионе Ну, именно с такой атмосферой На самом деле, мне очень много кто из игроков помогал И вообще, и на сборах, и перед матчем особенно Все по чуть-чуть сказали по слову поддержать Я говорил про болельщиков У нас есть магазин наших болельщиков Фратрия Шоп, он называется Мы тебе дарим футболку оттуда С легендами нашего клуба Спартаковский футбол Да, я, кстати, читал некоторые твои интервью Их не очень много в интернете Ты говоришь о том, что их не очень любишь Спартаковец, отец, дед, все болеют за Спартак Ты тоже болеешь за Спартак, как я понял, с детства Ну, по крайней мере, в интервью ты так сказал Кто у тебя любимым игроком был в твоем детстве? Когда я был маленький, Павличенко, я помню, в этот момент играл Читов мне тоже очень нравился И, в принципе, я прям помню, в детстве я прям фанател от Спартака И мечтал, мечтал, чтобы когда-нибудь я вышел в спартаковской футболке Понимаешь, что ты в 2009 году пришел в команду А начинал в школе торпедо? Да, получается, начинал и пошел в футбол я в 7 лет За торпедо я в московской начинал Потом отец мне сказал, что идет на борт в Спартаке Не хочется попробовать А так как все болели за Спартак Естественно, я говорю, да-да, конечно, поехали И вот я приехал на отбор Там было человек 60, наверное, 73 И вот меня взяли и еще троих-четырех ребят Они сейчас играют? Они потом пробовали буквально через какое-то время Саш, пообщались с твоими тренерами Они говорят, что Саша Ломовицкий очень вспыльчивый, агрессивный парень Именно этим он зацепил нас в 2009 Мы взяли его в команду На тренировках, опять-таки, на каких-то турнирах Если ты не занимал первое место, не получал приз лучшего игрока Тебя это постоянно злило Если тебя кто-то обводил, тебя это постоянно злило Ну а как? На поле всегда должна быть злость, характер Не знаю, всегда нужно выигрывать Я не умею проигрывать вообще, не скрываю это Вообще не умею проигрывать Всегда хочу быть только первым везде Саш, как и на твоих друзей На Сашу Максименко Коль рассказывал С которым мы брали интервью Я пытался найти на тебя информацию в интернете Просто ничего Но в любом случае все отмечают твой талант Поэтому мы взяли мяч с собой Вот этот мяч Мы взяли с собой Сейчас попробуем что-нибудь с ним сделать И такой момент Если я понял, что Коля любит рэперов А Саша Максименко красивых телочек То ты подписан исключительно на футболистов Ты любишь футбол Вот о чем с тобой еще говорить И что с тобой делать, как не играть в футбол Мы сейчас меняемся Опять Сегодня я подготовился Одел, по крайней мере, более-менее удобную футбол Даже надел, я бы сказал Легкие шорты Насколько я знаю, ты любитель взять на себя мяч Взять на себя игру Пофинтить, повозиться Нам рассказывали, что ты частенько Любил по двойке По, так скажем, юношеству Брать мяч и крутить, финтить И бежать вперед, как бы на рывке Есть ли у тебя постоянное движение, постоянный финт Всего я прокидываю, просто я отбегаю Чтобы вы понимали Такие деревянные ребята, как я Ну, либо какие-то тяжелые защитники премьер-лиги От Сани, ну, они просто, наверное, не успевают Труто развернуться и поймать тебя Саня левшая Под правую ногу, я думаю, это все то же самое Класс бежишь мячом Ну, примерно, что-то типа того Второй, точнее, какой второй-то Просто Саша Ломовискин, он даже не на Ямар Саша Ломовискин Бойся ты, бойся, и меня не бойся Я тебя не трону, ты не беспокойся У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Сердце поет эти слова, а теперь Москва. Друзья, закончился матч. С нами Серега Сержант и еще один представитель V29 World School and Friends. С победой! Да, спасибо. Поздравляем. Очки не пахнут. Да, как говорится, три очка не пахнут. Мы уже сегодня разговаривали в перерыве с твоими друзьями. Главный вопрос, который всех мучает, это о чем все пишут в интернетах. Это почему 209 шизит одно, почему низ шизит другое. Сейчас, как я понимаю, пришла некая идиллия, некий разговор, и теперь все делается сообщать. Ну, относительно, да, идиллия. Рации уже проще стало друг другу все это сообщать, то, что мы хотим делать. А так, конечно, на самом деле, сделать нормальную шизу сразу, соответственно, с первого яруса на второе в угол, это очень тяжело. Некий рассинхрон происходит, о чем мы говорим. В первом тайме вообще два раза Катюша не зашла, просто странно. Это было как-то, хотя она должна сказать, как от зубов по-хорному людей это по-хорошему. Но во втором уже было получше, но все равно некоторые темы начали, конечно, так, в разнобой. Но уже лучше, чем в прошлом году, конечно, уже объективно, уже вместе уже много делаем. Ну, лучше, чем как-то так. В первом тайме вот сейчас Москва более-менее, я не знаю, что надо будет посмотреть. По-моему, Москва очень неплохо зашла имя, когда пропели ее вместе, она так безошибочно. Сейчас он на улице хорошо вместе шизили. На улице очень хорошо. Для того, чтобы двигаться вперед, надо посмотреть, что делать старшие товарищи. И внести что-то новое от себя, чтобы они прислушались, что-то было заложено уже, как бы, и добавили что-то свое. Это будет великолепно. Слушай, надо хотеть просто это делать. Не кажется, да. Тут больше добавить нечего. На таком стадионе прекрасно. Слушай, мы мясо, мы должны действительно лучше. Как говорится, мясо всех сильнее. Да, мы должны просто воспитывать, как бы, чтобы на наших, как бы, на нашем примере люди, как бы, уже понимали, зачем они пришли на стадион, для чего. Поднимайте эту культуру в Болиде. Ссылки оставим. Пишите в комментариях под выпуском. Если вас эта тема прикалывает, конечно, мы ждем отклик, любой. Дальше будем работать. Давай шизите, пейте все вместе. Да, и хватит селфи, блин. Это, конечно, уже невозможно просто. Когда стоят, глумятся люди. Что они приходят, я не понимаю. Просто друг другу обнимаются, трубы потолкаются. Короче, будем работать. Все, ребята. Спартак чемпион. Вперед. У тебя есть какие-то любимые кричалки, заряды фанатов Спартака, которые ты слышал с поля или с трибуны? Ну, Спартак Москва, моя любовь. Мне очень нравится. Больше Спартак храни и про ЦСКА еще парочек интересных. Вместе или Роналду? Роналду. Почему? Там мы. Какой вопрос, такой ответ. Тарасовский борщ или бургер? Тарасовский борщ. Вятский квас или Кока-Кола? Кола. Вятский квас пробовал? Нет. Мы тебе привезем ящичек. Спонсор Спартака новый. По стопам Саши Максименко брюнетки или блондинки? Ити, ити. Ити, ити. А может быть рыжие? Нет. Рыжие не нравятся. В какую команду никогда не перейдешь? ЦСКА. Тут no comments. Саш, у нас к тебе первая просьба подписать наш мяч, который Коля с Сашей другим уже подписали. Держи. Вот где-нибудь к ним туда же давай. Здесь можно? Давай здесь. Ломовицкий 27. 27-й, 98-й, 92-й у нас уже в обоиме есть. Остальных мы допишем. И обязательно этот мяч среди наших подписчиков разыграем. У тебя тоже что-то для нас есть? Да, у меня тоже есть для вас небольшой подарок. Это вот моя майка. Игровая майка. Так, Саш, спасибо тебе за подарок. Ломовицкий 27, футболка Спартака игровая. Мы ее разыграем в инстаграме у Саши. Ломик 3 семерки. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, отмечайте троих друзей. Ваш профиль обязательно должен быть открыт. Тебе спасибо. Спасибо вам. Удачи. Да и вообще в целом сезоне в Спартаке. Надеемся, что заиграешь. Спасибо большое. Будешь прославлять нашу команду. А теперь, если выпуск вам зашел, пишите в комментариях, что-нибудь ставьте лайки. А мы ждем вас на следующем матче. Спартак Паук. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok